Мы с детства знаем, он местный. Кого привлекли к ответственности за взрывы в Арыси? Сколько человек на скамье подсудимых? Тогда погибли 4 человека, город превратился в руины. Какое наказание понесут виновные? Была ли забастовка? В СМИ опубликовали информацию о том, что сотрудники подрядной организации «Тенгиз Шевройл» просят поднять зарплату, что ответили в компании. Бизнес в шоке. Как рестораторы отнеслись к новым ограничениям на часы работы кафе и баров? Мы теряем выручку сразу на 80%. И почему строгие правила коснулись даже тех, кто работает, Башик? Я во всем по порядку. В Казахстане подводят итоги выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Голосование состоялось накануне. Впервые жители получили возможность избрать главу своего села и потом спросить с него за его работу. Всего таким образом назначение получат 730 акимов. Как сельчане воспользовались этим шансом? Верят ли они в возможность изменить свою жизнь к лучшему? Ответы на эти вопросы в материале Индиры Какимовой. Там здесь фабрика была, ее закрыли. А в виде этажки брошены, вот я лично там жила. Отопления не было, воды не стало. Поселок Верхнеберезовский ранее был шахтерским. Сейчас о былой славе напоминает только разрушенный рудник. Когда-то здесь кипела жизнь. По железнодорожным путям составы везли вагоны с рудой. Работал Верхнеберезовский рудник. Но с закрытием рудника пути были разобраны, а поселок Верхнеберезовский пришел в упадок. Проблем в селе немало. Жители решили из троих кандидатов проголосовать за местного. Говорят, он лучше знает, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Мы его с детства знаем, он местный и надеемся на то, чтобы он всем, казак, русский, всем, чтобы обратил внимание. Чтобы обратил внимание на поселок, водоснабжение, амбулаторию, где мы учимся. Врача нету, квалифицированного. Одни медсестры. Вот освещение, дороги, и чтобы постоянно была вода. Современные села, пришедшие в упадок, во многом похожи. Везде безработица и брошенные дома. Но если в Верхнеберезовском люди верят, что избранный ими чиновник начнет реально работать, то в селе Черемшанка решили оставить все как есть и проголосовать за действующего Акима. Много проблем, но все проблемы не решит всяко-разно. Аким новый. Старый Аким, который он просто знает уже все проблемы, он знает точки, где какие проблемы начинают. Здесь уже никакого хозяйства не будет. Фабрика развалилась. Все. Больше работы здесь нет. По Восточно-Казахстанской области выдвигалось 235 кандидатов. Из них 150 самовыдвиженцы. Особого ажиотажа в селах не наблюдалось. Пришедшие на избирательные участки сельчане испытывали разные чувства. От желания больших перемен до неверия в возможность что-то изменить. Как бы то ни было, выборы прошли. И теперь каждый будет пожинать плоды своих решений. Индира Кокимова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. Независимые наблюдатели с фонда Еркандаханата зафиксировали незначительные нарушения. Так, на некоторых избирательных участках члены комиссии пытались запретить наблюдателям вести видеофотосъемку и перемещаться. По словам активистов, в некоторых случаях приходилось доказывать неправомерность действий членов комиссии. Напоминая им статьи закона о выборах. Помимо этого, они зафиксировали семейные голосования, когда один гражданин пытался проголосовать от имени всех членов своей семьи. Но, как отмечают наблюдатели, это единичные случаи. В целом, по их словам, грубых нарушений на выборах Акимов в сельских округов они не выявили. Мы не обнаружили массовых бросов, мы не обнаружили какого-то подвоза избирателей, мы не видели какой-то агитации массовой на участках и на кое-где было. Но все это убирали после того, как мы давали свои рекомендации по этому вопросу. Как прошли первые в Казахстане выборы Акимов в городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Дать оценку этому событию мы попросили политолога Талгата Калеева. Добрый вечер, Талгат. Добрый вечер. Итак, выборы состоялись. Были ли они демократичными и конкурентными? Ну, они, я думаю, более чем демократичны, поскольку две трети кандидатов были самовыдвиженцами. И это показатель того, что никто никого не фильтровал и не пытался забраковать искусственно. Ну, а число избирателей в Атравской области самое минимальное, 74,4%, в то время как в Восточно-Казахстанской 90,9%, в Жамбулской 90,7%. Ну, в целом, где-то в среднем порядка 80% избирателей приняли участие. То есть это выше, чем и на президентских, и на парламентских выборах. Активность, как оказалось, очень высокая. Возможно, у людей появилась какая-то надежда. И вот возможность избрать своего Акима поможет изменить жизнь в селах? Ну, судя по активности, население именно в это верит, поскольку, в первую очередь, причинно-следственных связей между реальным улучшением жизни и, допустим, деятельностью парламента или президента, население никогда не видит. Это какие-то долгосрочные задачи, принимаемые законы, которые не так очевидно отражаются на жизни конкретных людей. В то время как деятельность сельского Акима – это заасфальтировать улицу, добиться, чтобы отремонтировали дорогу в село, освещение этой улицы, газ провести, водопровод провести. Это все те самые приоритеты, которые сегодня людям действительно важны и действительно позволяют улучшить условия жизни. Вот как раз вытекает и следующий вопрос. Казахстан будет ли готов к следующему шагу выборам Акимов крупных городов? Я думаю, безусловно, мы к этому идем. Это последовательный процесс. Из этих самых Акимов сельских завтра вырастут, уверен, большая часть их будет баллотироваться в Акимы районов в будущем, ну и, соответственно, городов. И это будут как раз-таки те самые опытные, сильные кадры, которые в будущем будут претендовать на руководство большими городами, на руководство, может быть, в будущем столицы. Спасибо вам. Политолог Талгат Калиев подвел итоги выборов сельских Акимов. В Шемкенте вынесли приговор фигурантам дела о взрывах в Арысе. По нему проходили 16 человек. 12 из них осудили к лишению свободы на срок от 4 до 10 лет. Еще четверо обвиняемых получили условное наказание от 4 до 7 лет. Заседание проходило в закрытом режиме, потому что в материалах дела были сведения, которые относятся к государственной тайне. Процесс о взрыве боеприпасов в Арысе начался в мае прошлого года. Подсудимыми выступили 16 человек. Среди них командир и заместитель командира военного склада. Их обвинили в нарушении правил безопасности и халатности. Напомню, страшная трагедия произошла 24 июня 2019 года. На военном складе в Арысе случился пожар. Огонь перекинулся на боеприпасы, и они начали взрываться. Снаряды бомбили дома местных жителей, школы, детские сады. В результате погибли 4 человека, в том числе ребенок, который скончался в ДТП при эвакуации жителей. Полторы тысячи человек признали пострадавшими. Некоторые уверяют, что до сих пор не получили компенсацию. Это все у меня осколки. Всего 27 осколков у меня нашли. Но тем не менее суд никакой компенсации не присудил. Только вынесли приговор осужденным. А пострадавшим что делать? На какие деньги восстанавливать искалеченное здоровье? А в некоторых СМИ появилась информация о том, что на Тенгизе проходит забастовка. На этот раз якобы ее проводят работники фирмы ЕСС. Организация является подрядчиком компании «Тенгиз Шевройл». Но в компании заявили, что забастовки не было. Рабочие собрались в одном месте из-за ложной пожарной тревоги. По официальной версии, предоставленной компанией ЕСС и их сотрудники были вынуждены покинуть жилые помещения из-за сработавшей пожарной сигнализации. На улице они встретились с руководством и обсудили вопрос повышения заработной платы. Так как ранее 213 человек обратились с запросом о повышении оплаты труда. В компании отметили, что руководство регулярно пересматривает оклады с учетом годовой инфляции. В официальном заявлении говорится, что в начале года фирма повысила заработную плату своим сотрудникам на 6%. В Казахстане намерены исключить примирение сторон после повторного случая бытового насилия. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Сейчас больше половины расследований по таким делам прекращаются именно из-за прощения обидчика. Как к этой инициативе относятся правозащитники и поможет ли это защитить женщин, узнавала Зарина Беремку. Женщины, пострадавшие от бытового насилия, все так же не доводят дело до суда. По статистике прошлого года по таким фактам поступило 190 тысяч заявлений, а разбирательством закончились лишь четверть случаев. Еще 60% дел прекратились из-за примирения сторон. По обновленному законодательству сейчас эта процедура возможна лишь в суде на стадии медиации. Но правоохранители намерены исключить и это. Мы пересматриваем процедуру примирения сторон и в дальнейшем планируем полностью исключить возможность примирения при повторном совершении факта бытового насилия. В кризисном центре Кургау, где жертвам бытового насилия оказывают психологическую и юридическую поддержку, согласны с инициативой. Ведь зачастую примирение происходит под давлением домашнего тирана и окружения. Однако специалисты считают, что дела не доходят до суда и по другим причинам. Не всегда достаточно быстро эти дела формируются. То есть бывали факты, когда женщине приходилось ждать долго. Это раз. Второе. Долгая и неудобная процедура судебно-медицинской экспертизы. Раз. Второе. Есть определенные категории. Это инвалиды, женщины и дети. Вот, допустим, недавно была история, которая потрясла всех, когда заловка вилкой прижигла девушке инвалиду лицо. Это и есть бытовой насилие. Но напишет ли сама девушка, пострадавшая, заявление? Сейчас административное производство начинается только по официальной жалобе. Эту норму пересматривать пока не собираются. Правозащитники также рекомендуют полиции в случае отказа от процедуры примирения внедрить альтернативу. Если после работы с психологами женщины все-таки прощают тиранов, то в таком случае обязательное наказание может быть мягче. В Шымкенте девочку-подростка, которая получила сильнейшие ожоги после удара током на надземном переходе через железную дорогу, перевели в реанимационное отделение детской больницы. До этого момента она получала лечение в центре гипербарической оксигенации имени Урунбаева. Сегодня ее состояние стабилизировалось и благодаря этому транспортировка стала возможной. Как мы уже рассказывали, девочка получила 91% ожогов тела после удара током. Это произошло на мосту над железной дорогой. Над переправой натянута железная сетка, сверху высоковольтные провода. По словам очевидцев, школьница забралась на сетку и ее ударила током. Специалисты предполагают, что она могла зацепиться волосами за высоковольтный кабель под напряжением в 27 тысяч вольт. До того, как пожарным удалось снять пострадавшую, около часа она пролежала под высоким напряжением. У девочки обгорело все тело. Кое-где ожоги достигли четвертой, самой тяжелой степени. Огонь поразил тканей до костей. Сегодня уже третьи сутки, как медики борются за жизнь пострадавшей. Самое главное, ухудшения не было, но говорить о том, что улучшения есть, мы не можем. И прогноз дать пока не тоже не можем. Продолжаем выпуск. Спорт за землю вот уже полтора года не дает спокойно жить семье Алматинки и Елены Вороной. Их дом в верхней части мегаполиса идет под снос. Землю изымают под госнужды. Вот только денег предлагают мало, утверждает хозяйка. Как сейчас оценивают недвижимость и участки, почему порой компенсация мизерная, узнавала Ардак Камал. Земельный участок примерно в 3,5 сотки и дом в 100 квадратов Елены Вороной хотят изъять под госнужды. В качестве компенсации еще в 2019 году предложили 27 миллионов тенге. Соседи получили за такие же участки больше 40 миллионов, говорит женщина. Городской суд отменил нам экспертизу Министерства юстиции и оставил оценку, которая была сделана в 2019 году в декабре месяцем Акиматом. Она уже не актуальна и согласно законодательству она всего 6 месяцев работает. А когда городской суд у нас 26 марта был, 21 года, она уже была не актуальна. Суд должен был назначить нам пересмотр. Елена обратилась к независимому специалисту. Тот оценил участок и дом в 50 миллионов тенге. Однако в Верховном суде оставили решение горсуда без изменений. Оно вступило в силу и 27 миллионов тенге поступили на счет Елены. В сегодняшний день цены настолько возросли, мы вообще не можем подступиться даже близко. На эти 27 миллионов мы ничего не можем здесь купить, равноценного. Независимый эксперт Адиль Тулегенов отмечает, что при оценивании есть три подхода. Сравнительный, затратный и доходный. Для достоверности лучше использовать несколько методов. А при изъятии для госнужб должны учитывать все имущество. Земельный участок, на нем стоит дом. Соответственно, дом оценивается тоже. И все строения, которые имеются на участке. Забор, ворота и плюсы, грудные насаждения, к примеру, как деревья многолетние. Это все учитывается при оценке. По данным оценщиков и сайта по продаже недвижимости, под коммерческие строения дороже всего будет стоить земля в Алмалинском и Бостон-Дыкском районах. Цены за одну сотку начинаются от 12 миллионов и доходят до 20 миллионов тенге. От 11 миллионов тенге стоят элитные участки в Медеевском районе ближе к центру. А вот к окраине этого же района цены снижаются в два раза. Жильца Малатавского района оценивают сотку земли в 7 миллионов тенге. Житы Суского в 6 миллионов тенге. Цены чуть ниже в Ауэзовском, Турксивском и Наурезбайском районах. Там прайсы за сотку начинаются от 5, 4 и 3,5 миллионов тенге соответственно. Ардак Камал, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы. Громкий скандал в бизнес-среде. В Алматы их задержали сооснователей сети ресторанов «Пармиджана Групп» «Алмаза» Абдегапарова, сообщает газета «Время». Бизнесмена подозревают в хищении миллиона долларов. Крупную сумму он якобы получил за продажу недвижимости компании «Афконстракшн». Однако миллион в кассу компании так и не попал. «Афконстракшн» занимается строительством элитной недвижимости в Алматы. Абдегапаров занимал там должность заместителя директора. Как сообщает «Время», заявление на бизнесмена написал глава компании Рауан Бабаев. В ДВД Алматы пока эту информацию не комментируют. Рестораторы Кустаная считают незаконным запрет на работу для точек общепита по вечерам. Ограничения коснулись даже кафе и баров системой АШИХ. По мнению Ассоциации общественного питания, постановление санитарных врачей на местах противоречат поручению президента и словам главного санврача. Бизнесмены теряют доход и сотрудников. Вот это время, которое ограничили, мы все сделали, мы вошли в АШИХ. Мы начали вакцинировать своих сотрудников. И вот это время до 8 часов для нас это огромная катастрофа. Мы теряем выручку сразу на 80%. Если в Кустаная кафе и ресторанам разрешили работать до 8 вечера по системе АШИХ, то в столице Шимкенте и Атырау сегодняшнего дня перекусить в заведениях можно будет лишь до 5 вечера. Рестораторы говорят, что днем заведения почти пустуют. Основной поток гостей приходит после завершения рабочего дня. А сейчас бизнес несет потери. Тем временем санврачи Кустаная объяснили свое решение. Ограничения приняли исходя из рекомендаций межведомственной комиссии, ведь регион в красной зоне. Учитывая резкий рост заболеваемости, объекты общественного питания, фудкорды, участвующие в проекте АШИК, работают до 20.00, не участвующие в проекте до 18.00. Такие меры были приняты для предотвращения распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения. А власти Турции не исключают, что закроют въезд для иностранных туристов. Суточный прирост заболевших побил рекорд трех последних месяцев 14 230 новых случаев заражения. Впрочем, окончательного решения о закрытии курортов в самый пик сезона пока нет. Также неизвестно, попадет ли Казахстан в число запрещенных стран. На прошлой неделе министр культуры и туризма Турции Мехмед Нури Эрсой уже призвал закрыть границы для отдыхающих из России. Тем временем ВОЗ напоминают, самый безопасный отдых во время пандемии – дома. Специалисты организации призвали отказаться от турпоездок этим летом. Опасный штамм Дельта продолжает ваяж по миру, постепенно вытесняя прочие варианты. Тем, кто собирается к морю, советуют не откладывать вакцинацию и соблюдать меры безопасности. А властям ВОЗ рекомендуют сделать ПЦР-тестирование бесплатным, чтобы выявлять как можно больше заболевших. Для тех, кто предпочитает отдыхать на родине, экологи и общественники призывают не мусорить. После пикников на природе остаются горы отходов и красивые места постепенно превращаются в свалки. Их уже в Казахстане больше 8,5 тысяч. Почему не помогают штрафы, узнавала Людмила Батюшкина. Этот пляж на Федоровском водохранилище в Караганде экологи называют свалкой. Запах гниющих арбузных корок смешивается с дымом от шашлыков. В июне выезжали в рамках акции «Брегетаза Казахстана» и убирали своими руками этот пляж. Вот сейчас приходим и видите, в каком состоянии этот пляж находится. Отсюда начали рейды специалисты управления экологией и природных ресурсов вместе с полицейскими, экологами и общественниками. Пользоваться желательно многоразовой посудой, так как одноразовая посуда. Ну, вы сами понимаете, ее легко оставить и здесь будет такая цеха. Зачем подходить, когда люди отдыхают? А смысл это не поможет? Бутылки валяются, стеклянные бутылки. Здесь мы собрали и отправили. Вон, в кустике опять же. Ну куда? Собрали мусор за людьми, чтобы было где элементарно ходить. Вы с детьми, да? Да. Грязно, очень грязно. Жалко, что есть вот такие бессознательные. В степи мусора еще больше, говорят волонтеры. С 1 июля в силу вступил новый экологический кодекс. Штрафы выросли в пять раз, и теперь гражданина за загрязнение экологии могут наказать на 145 тысяч тенге. Однако проверяющие не смогли поймать ни одного отдыхающего, который мусорит на берегу, ведь нужны еще и доказательства на фото или видео. Вот вы сейчас снимете женщину в купальнике. Вы отправите это видео, ну пусть даже сейчас. Приедут сотрудники, этой женщины уже не будет. Как мы будем устанавливать женщину в купальнике, которая выбросила мусор? Чтобы стало чище, как минимум властям города нужно установить баки для мусора и регулярно их вывозить, говорят экологи, уже много лет. Всего по области в прошлом году вывели почти 1300 свалок, их убрали, но в этом их уже 640. Сейчас по всей стране идет борьба со стихийными свалками, но повысить экологическую культуру пока не получается. Казахстанцы упорно не хотят жить в чистой стране. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Летние Олимпийские игры в разгаре и каждый день обновляется медальный зачет соревнований. Лидирует США 14 медалей, из которых 7 золотых. На втором месте Япония, на третьем Китай. Казахстан расположился на 39 строчке. У нас пока три бронзовые медали. Кто принес призовые места в нашей олимпийской рубрике? 32-е Олимпийские игры в Токио для нашей сборной стартовали с бронзовых медалей. Дзюдоис Ельдос Сметов, который был одним из фаворитов после длительного и равного противостояния с японским спортсменом, уступил ему в полуфинале. В борьбе за бронзу он обошел атлета из Нидерландов и принес Казахстану первую медаль. Довольно удачное выступление тяжелоатлета Игоря Сона на играх также не прошли безрезультатно. В весовой категории до 61 килограмма Игорь смог в сумме поднять 294 килограмма и занять третье место. Спасибо Казахстан за такую огромную поддержку, за то, что болели за меня. Кто переживал, кто болел, кто плакал. Аллах, Казахстан, вперед! Партнер показа – компания «Паримач». Онлайн-букмекер номер один в Казахстане по версии выбор года 2020. Поход за медалями сегодня продолжила еще одна наша тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло. От нее спортивные аналитики ждали золота, которое может поднять Казахстан на верхние строчки в медальном зачете. Но в итоге у нее бронза. Успешно продвигается вперед и теннисистка Елена Рыбакина. Во втором круге она обыграла шведку и теперь поборется за выход в четвертьфинал с хорваткой Донни Ветич. Боксеры Серик Тимиржанов, Закир Софиуллин и Сакен Бибасинов после побед над своими соперниками тоже проходят дальше и продолжают пробивать путь к медалям. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в это же время. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok